Всем привет, меня зовут Евграф, это EdimTV и сегодня я буду готовить коктейль Paloma с текилой в рубрике Rich and Beach Rich and Beach это рубрика, в которой я готовлю один и тот же коктейль в нескольких вариациях из дешевых ингредиентов, из средних, из дорогих а потом ничего не подозревающие эксперты пробуют их и говорят, что им нравится больше, что меньше, ну и так же пытаются угадать, что где-то лето. Пробовать коктейли сегодня будут Мгер Габриэлян, барменеджер сети Dragon Group и Роман Айвазян ведущий бармен бара The Cond House изначально Paloma это освежающий коктейль, состоящий всего из двух ингредиентов это микс-дринк, текила причем часто используют Аньеха либо Репасада, то есть выдержанную текилу а не бланку обычную светлую, да и разбавляют ее грейпфрутовой и содовой то есть по сути грейпфрутовым лимонадом ну еще лайм туда добавляют, получается очень вкусно еще каемочку из соли, прям замечательно но поскольку часто у людей вообще нет грейпфрутовой соды, непонятно где ее брать то во многих рецептах даже в интернете можно найти, делают с грейпфрутовым соком, сахарным сиропом и газировкой просто сверху, то есть имитируют грейпфрутовую и содовую таким вот образом ну в принципе я это буду сегодня делать но и грейпфрутовую готовую в бутылочке содовую я тоже добавлю, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, а мы приступаем сегодня я приготовлю 4 версии коктейля и первым делом надо смешать все безалкогольные ингредиенты поскольку они будут одинаковые, чтобы разница вкусов разных плодов не повлияла на вкус разных коктейлей, вначале грейпфрутовый сок, его нам нужно 2 унции, 60 миллилитров на каждый коктейль, 180 еще 60, 240 миллилитров для этого я думаю нам хватит полутора грейпфрутов, ну конечно еще зависит от его размера, они бывают сильно больше и сильно сочнее соответственно, и так грейпфрутовый сок надавлен через сито отцежу его в свой мерник четко, затем нам нужен сок лайма мы покатаем лайму так, чтобы лучше сока добился, в каждой из четырех уже теперь напитков нужно по 15 миллилитров, то есть суммарно 60 стекилы традиционно используют сок именно лайма, а не лимона, но на самом деле если вы не используете прям вот так вот свежевыжатый сок, то разницы между соком лайма и соком лимона особо нет надо кстати будет провести слепое тестирование, это еще Рома Табаков я помню рассказывал, что если взять сок лайма и сок лимона надавить и оставить просто постоять на несколько часов, то после этого ты не определишь разницу, ну только может быть по цвету, в лайме основной вкус вот этого лайма идет от цедры и она давится когда ты давишь вот так вот свежий 60 миллилитров сока лайма отправляются к грейпфуту, сока лайма нам нужно по 15 миллилитров каждый коктейль, соответственно 60 миллилитров, еще нам нужен простой сахарный сироп 60 миллилитров, то есть по 15 тоже на каждый коктейль, итого 60 один к одному сахар с водой, немного помешаем, чтобы все это дело растворилось друг в друге, я на самом деле делаю с запасом потому что, я считаю на 4 коктейля, но в четвертом коктейле я буду использовать грейпфрутовую содовую, поэтому вот эту смесь добавлять не буду, но на всякий случай еще один коктейль останется, может мы сделаем для бусти патреона дополнительную версию, теперь разливаем по бокалам напитки, лед как обычно в рубрике я буду добавлять в конце, чтобы он не растаял раньше времени, поэтому сначала нальем просто все ингредиенты без льда, ну и к тому же прикинем, сколько льда там нужно, чтобы не перелить итак, первая версия у нас будет красная, бич, и туда мы добавим коктейль текила альта-коста, это мне жена привезла из Москвы в красном и белом продается, написано текила альта-коста сильвер, но на ценнике написано коктейль альта-коста сильвер с текилой, 369 рублей 99 копеек за 0,5, цена конечно выгодная, текила это называться не может по определению, потому что текила может быть произведена только в Мексике по каким-то нормам, законам, больших надежд я конечно не питаю что это пробка, пробка да, если сегодня победит бич-версия я буду очень удивлен итак текилы или вот этого вот нам нужно 60 миллилитров, поэтому столько и наливаем далее берем нашу грейпфрутово-лаймово-сахарную смесь и добавляем 90 миллилитров, ровно столько нам нужно в каждый коктейль еще в поломы иногда добавляют немножечко соли, ну или каемочку делают из соли, я не очень люблю это и к тому же я буду использовать газировку чуть солоноватую слегка и она как раз добавит от этого вкуса, ну не то что соленого, но просто усилит вкус там вот этого грейпфрута и всего такого, поэтому переходим к следующей версии, это будет версия оранжевая соответственно медиум я думаю что мы назовем ее, то есть средняя версия, не самая дорогая, не самая дешевая и для нее я буду использовать текилу вот это вот, Especial Newton Tequila Blanco, Santa... Santa Lucie с дистиллерией Santa Lucie, спасибо сайту Luding за эту текилу, я не использую альмеку или что-нибудь такое, потому что она дороже, а это стопроцентная гала именно поэтому я решил использовать ее, тоже 60 миллилитров, стоит она 1800 с чем-то рублей за литр, а альмека стоит там столько же за 0,7, так что я не вижу смысла платить больше, использовать что-то не 100% агавы, но вот добавляем 90 миллилитров сахарно-лаймово-грейпфрутовой смеси и переходим к следующей версии, цвета синего, это будет версия Rich 1, в которой я буду использовать текилу El Destinador я ее тоже часто использовал, тоже 100% агавы, тоже сайт Luding.ru, она стоит уже 2,5 тысячи за 0,7, то есть заметно дороже и ее мы нальем соответственно тоже 60 миллилитров 90 миллилитров нашей смеси, нашей домашней заготовки и переходим к последней версии Rich, и для нее я буду использовать текилу Reposado, которую тоже с сайта Luding мне привезли это как называется Don Ramon, вот, я и пробовал Аньеха, кстати Reposado не пробовал, не знаю насколько она там хороша, но я думаю, что точно неплоха скрывает новую бутылку эта версия конечно будет сильнее всех отличаться от остальных, просто потому что тут Reposado текила, а не Blanco но здесь также будет и содовая грейпфрутовая, вместо сока с сиропом и вот этим всем так что все нормально, эта текила кстати стоит около четырех с чем-то тысяч рублей за 0,75 кажется, если что джиггер я мою между наливаниями, не волнуйтесь дальше берем ложечку, немного перемешиваем, тоже ополаскиваем ложку, просто чтобы все было вместе красиво эту текилу перемешивать не обязательно, и добавляем лед, думаю, что по пять кусочков будет в самый раз чуть не забыл, в Rich версию мы добавим сока лайма, который у нас как раз остался 15 мл, потому что он там тоже пригодится после чего во все версии наливаем газированную воду, обычную содовую, в данном случае она немножко солененькая, как я уже сказал и это очень даже сильно нам поможет, по 30 мл в каждый из бокалов слегка перемешаем, так вот, немного перемешаем и еще по 30 сверху итого водички у нас газированной получается по 60 мл в каждом бокале а в последний нам надо добавить грейпфрутовую соду, я взял две на выбор но одна более красивая розовая, вторая менее красивая, но более подходящая по цвету нам так что я думаю ее будем использовать, это Thomas Henry грейпфрут, и она стоит около 740 драмов, это на рубли примерно 150 рублей, хотя уже наверное 166 или типа того аккуратненько наливаем сверху до того же уровня, что и было в остальных бокалах еще немного, так вот, просто перемешиваем слегка моя между перемешиваниями и каждую из версий украсим вот такой вот долькой грейпфрута и так у нас получилось версия бич с типа текилой Alta Costa Silver версия норм с текилой Newton Especial Santa Lucia версия Rich 1 с текилой El Destirador и версия Rich 2 с текилой Don Ramon Reposado и грейпфрутовый и содовый Thomas Henry коктейли готовы, приглашаем наших дегустаторов спецэффекты вот пожалуйста, 4 коктейля как всегда здрасте здрасте а что это? какой это коктейль? начинаем эрджанка давай ну цвет почти одинаковый, то есть цвет нам ничего не скажет первая версия оранжевая я буду подглядывать какая где так не честно запах грейпфрута чувствую воды налил все все есть у вас бутылки убрал текила что ли? нет палома, да? газики чувствуются, грейпфрут чувствуются физ какой-то я думаю это палома так а что Рома думает? пока что алкоголь я не чувствую не чувствуешь алкоголь? понятно не чувствую не чувствую грейпфрут чувствую, но видно и чувствуется, что там полоник какой-то или газированного да? да, там точно грейпфрут ну там еще как бы украшение намекает на ну да я тоже хотел об этом но там чуть потемнее почему-то так да, переходим к розовой версии оранжевый пока смешанные чувства я так понимаю вызывает ну алкоголь тоже не чувствую, но или водка или текила например чувствуется алкоголь? ты чувствуешь? если бы не знал ну-ка ну там это слабый это прохладительный аппеток естественно не, больше глоток делаю чувствую я вроде помешал но надо еще раз помешать мало ли там водка по-моему это тоже да, сейчас все размешаю но я вроде мешал может быть пока вышли лед чуть подтаял еще наверное водка не, не, текила слушай, это полома если полома тогда это текила сто процентов но вот где какой текила открамили нам сипят здесь алкоголь разный или ингредиенты я ничего не буду говорить теперь попробуйте все вот розовые попробовали понятно дальше идем к красной версии может быть они все одинаковые может вам одинаково кажется то есть это тоже да, да пока вот это одинаково мне кажется вот это тоже да по-моему, да вы делаете побольше глотки вот насчет алкоголя он не чувствуется когда маленький глоток потому что маленькая концентрация из-за того что как-то это такое а вот это другой красный отличается от розового и оранжевого хотя Роман считает что нет да 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 здесь и так начать ну лучше вот эти худшую сторону меньше нравится да какой-то этот вкус подсолнечного масла я чувствую интересно да этого я точно не добавлю честное слово точно есть да такой странный вкус ты сказал я почувствую пока не вкусно я не буду комментировать пока не вкусно я не буду комментировать пока не вкусно текилу да вот вот я бы сделал так первое второе третье четвертое вот все мы окончаться на ответ понял роман роман я еще пью сейчас роман как в прошлый раз будет у тебя первое место которое у мгера последнее да да ну эти приятные пить первые два да приятно пить вот видишь да а у тебя есть идея какой коктейль например пусть мгер сказал а ты считаешь что я думаю здесь нет такие так точно нету текилу хорошо ну не точно но по-моему реально ты не чувствуешь текилу даже там не чувствуешь вот там не чувствуешь текилу в общем первое второе третье так да все первое место у меня не знаю у тебя прям все одинаковые ну почти так ну вот так скажем вот эти по приятной идут то есть это допустим первое место оранжевый и розовый да это нейтрально но как я уже сказал это синее второе место красное последнее да это нейтрально это неприятно то есть третье по мне здесь ярко выражены вкус таки вообще не такой не нейтрально точно эти два нейтральные больше я думаю рычать это здесь хорошо вставки сделаны вставок больше нет итак это действительно коктейль палома мгер был совершенно прав спасибо огромный позор потому что там везде текила ну так сказать я бы так сказал там везде текила звездочка значит первое место значит подать с последнего начнем последнее красное это бич версия действительно и там вот как раз типа текила называется это какой-то там коктейль алкогольный текилы в армении такой ненадеж ну и хорошо да естественно именно это имели в виду вот действительно последнее место у вас обоих оно заняло дальше идет у нас у тебя первое вот это у меня первый второй а у тебя первые обе да хорошо розовый розовый это самая рич версия дон рамон но там кстати разница принципиальная в том что во всех трех версиях кроме розовой там грейпфрутовый сок лайм сахарный сироп и газировка бжни а в этой там просто значит текила причем репосада а не белая и газировка не это правда короче вот это вот грейпфрутовая газировка ну газировка да я вот допил просто Домас Геннер вот так что забавно что нет такой существенной разницы то есть я думал что будет очевидно что это же типа из бутылки газировка а это сам сделал но нет они прям очень похожи так что вот это у нас версия как она там рич величество да оранжевая которая умгера второе место все еще первое это средняя версия текила вот это вот ньютон вполне нормальная нейтральная текила и недорогая к сожалению в Армении тоже не продается продан 35 градусов есть нюанс но возможно поэтому помягче и не очень такой не очень справедливо и синяя это у нас эль дестерадор это такая типа почти ну то есть средне дорогая версия вот это моя текила которая у меня была по-моему они вообще на одном заводе делают такое ощущение но я не знаю но стоит по-разному и это 40 градусов вот вот эти две это не стопроцентные это стоит тоже стопроцентно агава там написано было где-то было написано может сзади нет напиток короче на сайте было написано вот а я я серьезно вода дестерят и сока агавы все больше ничего ну и вода короче не знаю но по идее на сайте написано что стопроцентно агавы если нет то сайт обманывает лудинг поправьте в общем а может нет я угадал да приз да а я до сих пор не чувствую такие подожди ты специально делаешь чтобы много пить слушай у нас мы сегодня снимаем второй выпуск правда но первый был ну там еще был ягерь савр мы же не допивали то есть вы попробовали чуть и все а Рома как будто уже пока ждал второй съемки напился где-то вот сейчас чувствует мало ты килл но я по 60 добавлял вообще то есть там нормальное количество плюс палома должна быть такая освежающая да кстати я люблю паломы и там соль мне нравится но нет будет газировка только немножко соленая но я всегда готовлю сразу на газировке без фреша лайм ну в смысле грейпфрутовый ну типа да такой грейпфрутовый содовый или что-нибудь похоже на это и очень мне нравится и сахарный сироп или медовый сироп а то есть еще и сахар туда добавляешь чуть-чуть я просто вот в эту я не добавлял ничего я только вот газировку немножко лайма и все чуть-чуть по классике не помню по моему нет по классике там видя по-разному вообще это изначально же просто микс-дринк это как вот ром кола только текила грейпфрутовая содовая очень жестко получается ну смотря какая наверное от грейпфрутовой соды зависит потому что она бывает кислая вот это хорошее что означает нет кстати не помню точнее голубь я не знаю вот здесь даже вот на этой бутылке действительно голубь это означает на испанском или на португалском видите голубя вот так что такой выпуск спасибо что смотрели спасибо ребятам что протестировали спасибо тебе на здоровье подписывайтесь на них во всех соцсетях которых найдете вот так их там зовут я мечтаю когда будет у нас тестинг на шаурму конечно конечно где вот мясо ангуса там где вот я не знаю что я с удовольствием буду участвовать и можно сразу водку тоже делать тогда вот и водка с шаурмой мне кажется просто с шаурмой сложнее потому что надо ее одновременно везде купить чтобы она в горячей блок ну извини это надо организовать это твои права надо просто ходить здесь много шаурмишни можно ходить наше дело попробовать сразу это же было в Хованском шаурмопатруль шаурмопатруль да они ходили и ели шаурмопатруль я готов таким экспериментом хорошо учтем в общем спасибо всем подписывайтесь на нас везде в телеграме особенно ссылка в описании если хотите помочь нашему каналу материально можете это сделать на бусте если вы в России либо на патреоне если вы не в России там за небольшую плату в месяц вы получите доступ к дополнительному видео каждую неделю мне кажется уже штук сорок видео вышло если не пятьдесят много а ну вообще бусте уже почти год так что пятьдесят наверное уже где-то так что дополнительных видео просто на халяву заплатили разочек и оп и куча видео дополнительных и пейте по лому пейте по лому если она вам нравится ну нам нравится в принципе вот ничего но с Томасом Генри прям вообще отлично то есть просто без всего просто смешал и чуть лайм вообще конфетку и спасибо сайту luding.ru за то что мы сегодня все это снимаем вы можете купить что-то подобное со скидкой 35 процентов по промокоду EDIMTV ссылка в описании ну естественно скидка не распространяется на то что уже со скидкой или на товары по спеццене там бест прайс это нет а на всякое другое распространяется нет это не там этого там нет да всем спасибо большое до новых встреч пока спасибо до свидания всем привет это EDIMTV меня зовут Евграф и сегодня я буду готовить коктейль палома в рубрике рич энд бич это нормально теперь хэхэм